МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшие в Барнауле на что потратят деньги детские сады победители народного голосования. Итак, губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил экс-главу региона Александра Карлина сенатором от исполнительной власти. Указ датирован сегодняшним днем и размещен на официальном сайте региона. Срок пребывания Карлина на посту сенатора продлится тот же период времени, что и срок пребывания губернатора, а именно 5 лет. К слову, Александр Карлин сменил на посту Михаила Щетинина, которого в свое время назначил сенатором в Совет Федерации. Жителям края начали рассылать квитанции на оплату имущественных налогов за 2017 год, но пока оповещения приходят лишь в электронном виде. Их получат все, кто зарегистрирован в личном кабинете на сайте налоговой службы. Пользователям портала бумажные уведомления в этом году не придут, их разошлют в октябре лишь тем, кто никогда прежде не регистрировался на сайте ведомства. Граждане, которые не получили уведомления ни в той, ни в иной форме, должны будут самостоятельно узнать о суммах начислений в налоговой инспекции. Причин может быть много. Может получиться так, что просто в этом году нет объекта для исчисления, или этот объект составляет стоимость налога менее 100 рублей. Вот если сумма налога менее 100 рублей, такие уведомления мы не рассылаем. То есть мы ждем, когда эта сумма скопится до 100 рублей, или когда наступит срок 3 года, потому что мы можем предъявить налог за предыдущие 3 года. Оплатить налоги за владение квартир, машин, гаражей и иной собственности жители края обязаны до 3 декабря. Иначе будет начислена пеня. Отметим, имущественные сборы по сравнению с прошлым годом несколько возросли. В ближайшие месяцы в крае вырастет процентная ставка по ипотеке. В этом убеждены алтайские экономисты. Рост процентов по кредитам они связывают с недавним повышением ставки Центробанка. Насколько заметным будет этот рост и как в целом отразится на жизни населения решение главного банка страны, знает Ирина Корчагина. Казалось бы, всего 0,25%. Повышением ставки главный банк России дал понять, что настал момент, когда рубль необходимо поддержать. Иначе жди риска высокой инфляции. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Центробанк будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза. А также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В 2014 году Центробанк был вынужден повысить ставку с 7% до 17, чтобы удержать рубль. На графике видно, что четыре последующих года ключевая ставка только снижалась. Эксперты говорят, сейчас Центробанк просто корректирует спрос населения. Цена на товары и услуги постепенно начнет расти. Наиболее заметные изменения прогнозируют на рынке недвижимости. Например, увеличатся ставки по ипотеке. По словам риэлторов, в конце года они потеряют 2-3% своих клиентов. Но что мы видим на рынке недвижимости? Когда происходят такие моменты с корректировкой ставки, как правило, в этот момент спрос увеличивается. Потому что все хотят запрыгнуть в последний вагон. Это отложенный спрос, люди ждали, когда еще упадет, еще упадет. И вот ставки оказались, сейчас вектор сменился, и мы понимаем, что минимальные ставки сохраняются. Экономисты прогнозируют, что минимальная ставка по ипотеке продержится еще 3-4 месяца, так как коммерческие банки не корректируют свои ставки молниеносно. Впрочем, эксперты не исключают, что до конца года Центробанк может вновь поднять ключевую ставку после очередной волны санкций со стороны Америки, которую обещают в конце октября. Случится ли это и чего ждать жителям нашего региона? В ближайшее время дать разъяснение обещало Алтайское отделение Центробанка. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Федеральная антимонопольная служба края занялась расследованием роста цен на сжиженный газ в баллонах. Поводом стали многочисленные обращения от жителей региона. Люди жалуются, что стоимость столь необходимого в быту и на производстве топлива заметно увеличилась. Основную причину роста уже официально озвучили в ФАС России. По их словам, выросли закупочные оптовые цены на рынке страны. Ситуацией воспользовались региональные компании-поставщики газа. Насколько оправдана их ценовая политика, предстоит выяснить антимонопольной службе края. На 10-12% может подорожать и молочная продукция. Такой рост эксперты прогнозируют молочному рынку в следующем году. Скачок, по их мнению, следствие специального правительственного документа. Документа, который разделит на полках магазинов продукты из натурального молочного жира и растительного. Проект будущего документа уже согласовали Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвитие. Но производители молока на Алтае слабо верят в то, что новые правила действительно заработают. Говорят, уж слишком долго их ждут. Сейчас, объясняют фермеры, закупочная цена на молоко диктуется без учета интересов. И даже в убыток молокопроизводителям литр стоит всего 19-20 рублей при рыночной стоимости в 50. Новый документ, по мнению фермеров, мог бы ситуацию исправить. Натуральный продукт на сегодняшний день в магазинах стоит 95 рублей, которые действительно сделаны из молока. Вот и считайте, насколько мы должны поднять, ну, производители, я имею в виду, те, кто занимается молочным животноводством. Минимум на 50% мы должны поднять цену. А на рынке она, в принципе, должна остаться той же, какая сегодня есть. На сегодняшний день наживается то только на нас. По мнению производителей молока, новый регламент принесет пользу и самим потребителям. На полках можно будет легко различить продукты из натурального молока от заменителей. Вот, кстати, о росте цен говорят и производители хлеба. Повышение связывается с качками валют и увеличением НДС. Кроме того, прогнозируется повышение стоимости мясной продукции. По словам мясопереработчиков, сейчас они работают себе в убыток из-за роста цен на сырье в среднем на 30%. В Барнауле семилетнего ребенка серьезно искусала собака. Из-за заражения девочку экстренно госпитализировали. Кстати, это далеко не первый подобный случай в Алтайском крае. Ежегодно в регионе регистрируется в среднем по пять таких происшествий. Подробнее о последнем, а также о наказании для виновных, узнаете из репортажа. Валентина Аскеровой. Ужасающий инцидент произошел около этого дома. Семилетняя Диана каталась на самокате. В этот момент из калитки этого дома внезапно выбежала большая немецкая обчарка. Она повалила девочку с ног и прокусила ей ногу. Я, видя вот этот ужас, я ее хватаю, в обуви все я заношу на этот диван. Меня все трясет. Ни одна мать этого не выдержит. Скорая уколы, больницы и визиты к психиатру. Маленькая Диана вот уже три недели приходит в себя после встречи с соседским псом. Занятия в первом классе пришлось отложить. Школьную парту на время заменила больничная койка. А о бальных платьях девочка-профессиональная танцовщица пришлось забыть. У ребенка четыре глубокие раны, которые загноились. И как только калитка открыта, она выбегает. То есть за ней не следят. Думаешь, вылетит она в эту калитку сейчас или не вылетит. Это секунды. Это было вот как стрела. Она вылетает, шибает и творит. Больше я испугалась, чем было больно. Сейчас ребенок идет на поправку. В школу начнет ходить со дня на день. А вот с танцами пока придется повременить. Но это еще полбеды, признается мама девочки. Диана панически боится выходить на улицу. Кстати, по словам родителей ребенка, ни извинений, ни предложений о помощи от владельцев собаки не поступало. А почему она не на привязи была? Потому что она во дворе у себя была. Но она выскочила. Люди открыли дверь, дети открыли дверь, поэтому она и выскочила. Ну а собака-то где сейчас? Залирована, я же еще раз говорю. Ну а вы ее усыпили или что? Я не обязан ее усыплять. Собака здоровая. К слову, этот же пес год назад покусал мужчину. Местные жители говорят, что овчарка держит в страхе всю улицу. Взрослые и дети боятся лишний раз выходить из дома. Их в страхе. У меня дети, я в эту сторону запретила ходить. Мы сами боимся. Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию. Ведомство передало дело в администрацию железнодорожного района Барнаула. В телефонном разговоре чиновники пояснили, хозяин животного установлен, понесет наказание. По закону Алтайского края о содержании и защите домашних животных, который вступил в силу в январе этого года, виновнику грозит штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Но этого недостаточно, считает мама Дианы. Она намерена идти в суд и добиваться уголовной ответственности, а также компенсации морального вреда. Валентина Аскерова, Николай Щелко. Наши новости. Ультрасовременные игровые площадки появятся в одном из дошкольных заведений Барнаула. Детский сад номер 94 стал одним из 15 победителей открытого голосования на получение субсидий из бюджета города. На что потратят дополнительные средства, знает Илья Кочетков. Детский сад номер 94, что в железнодорожном районе, небольшой. Всего 4 группы. Сюда ходят чуть больше 100 детей. Казалось бы, победить в объявленном городской администрации голосований с таким количеством воспитанников трудно. Но их родители твердо решили, первое место никому не отдадим. Я всех своих знакомых просила проголосовать. У меня многие знакомые из нашего микрорайона здесь ходят в детский сад. Ведут уже своих старых детей. Есть даже третьих детей ведут сюда в этот детский сад. Поэтому детский сад этот все знают. Чтобы все сады и большие и малые соревновались в одинаковых условиях, число проголосовавших при подведении итогов делили на количество воспитанников, получая условный коэффициент. Так что победили садики с самыми активными родителями. Лариса говорит, куда потратить полученные средства, родители и воспитатели решали сообща. По правилам конкурса они должны быть направлены на создание развивающей среды. Остановились на том, чтобы модернизировать игровые площадки. Мы приобретем современные новые карусели, качели, песочники. У нас в принципе все есть, но хочется что-то нового, современного обновить. И чтобы это было видно и родителям, и детям было очень интересно. Сумма, которую получит на эти цели 94-й садик – 500 тысяч рублей. Заведующая говорит, сумма внушительная, но и оборудование не дешевое. Один современный песочник, по ее словам, стоит не меньше 50 тысяч. В садике, занявшие вторые и третьи места, получат, соответственно, 300 и 200 тысяч. Деньги должны поступить на счета учебных заведений до 15 октября, освоены до конца года. Кстати, городской комитет по образованию считает, что первый конкурс прошел успешно и планирует уже весной следующего года его повторить. Призовые при этом останутся прежними, а вот нынешние победители повторно участвовать в голосовании уже не смогут. Илья Кочетков, Николай Шелко, Наши новости. Барнаульские историки и общественники бьют тревогу. Они считают, что строительство ливневой канализации в историческом центре краевой столицы может обернуться уничтожением могилы первого начальника Колывана Воскресенских заводов Андрея Сабера или иначе первого руководителя нашего региона. Сейчас строители работают на участке улицы Ползунова, примыкающей к сферу площади Свободы. Здесь, согласно архивным данным, имеющимся у историков, находилось первое городское кладбище и в середине 18 века был захоронен Андреас Беер. Краеведы рассчитали положение склепа и потому уверены, что со дня на день рабочие наткнутся на прах первого руководителя края. По мнению Александра Франца, правильнее было бы произвести археологические раскопки заранее, но обращение в Алтай охранкультуру пока не дало результатов. Епископ опасается, что захоронение может быть окончательно потеряно. На чем еще может быть основаны наши опасения? Потому что захоронение, которое было обнаружено недалеко здесь в прошлом году, в июле месяце, оно было закатано в асфальт и, собственно, вот это закатывание в асфальт было нам названо, предъявлено как один из методов консервации. Ну, я думаю, что археологическая наука не знает такого метода консервации. Оптимальный вариант, уверен Франц, изъять и перезахоронить останки Андреаса Беера. По мнению краеведа, данный участок улицы расположен в так называемой охранной зоне. Любые работы на нем по закону должны проходить под строгим надзором археологов. Мы продолжим следить за ситуацией, ждем комментариев Алтай охранкультуры. Дачников и садоводов края приглашают принять участие в конкурсе на самый большой овощ, выращенный на своем участке. Необычное соревнование пройдет в эти выходные на празднике алтайского урожая. Он состоится на территории Барнаульской эко-ярмарки. Приносить можно капусту, тыкву, морковь или картофель. После объявления итогов овощи победители будут продавать. Вырученные деньги передадут в краевую благотворительную организацию «Поддержим ребенка». Подробная информация по телефону 55 67 55. Традиционно в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края сохранится сухая погода, но похолодает. Всего 12 тепла ожидается в Бийске и Олейске 15. В Кулунде и Славгороде в Барнауле ночью пасмурно и до плюс 6. Днем ясно и около 12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний 722 440. А у меня это все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok